Друзья, всем привет! Это наш очередной выпуск. Сегодня у нас также три вкусняшки. Сразу оговорюсь, этот мейкап это просто последствия моих тренировок, поэтому не столь важно. Давайте, сегодня у нас на обзоре этот Визлерс. Настоящая американская лакрица. И теперь на этот раз у нас в наличии именно с начинкой. Огромнейшая упаковка в 311 грамм. Дальше у нас новый энергетик Доктор Пеппер прямо с холодильничка. И офигенские сладости, конфетки из детства. Это сарвик голова со вкусом голубики, зеленого яблока и мистери, то есть неизвестный вкус. Какая она на вкус, непонятно, поэтому сейчас проверим. У нас всегда до этого были в наличии именно классические, ну или не классические, не знаю какие на самом деле классические являются Твизлерсы. Вообще, что такое Твизлерс? Это американская лакрица в форме спиралек. То есть это спиральные такие лакричные палочки. Вот у нас всегда была маленькая упаковка, ее стоимость 250 рублей. И она без начинки, то есть тут только клубничная оболочка. Почему, например, такие цены у большого Твизлерса и у маленького? Потому что это американские сладости, на них, как правило, дорогая логистика. Потому что через весь земной шар не так уж и легко их привезти. Плюс в Америке на сами продукты достаточно дорогие цены. Потому что все мы понимаем, что все-таки в США уровень жизни чуть повыше. И зарплата там все-таки повыше. Следовательно, и стоимость продуктов там побольше, чем у нас в России. Поэтому и такая стоимость выходная получается. Сразу оговорюсь. Я говорил в Инстаграме, и еще раз скажу на видео, что вот эта упаковка стоит 1090 рублей. Сейчас, наверное, многим, ну совсем что ли, мармелад за 1000 рублей продавать. Ребята, еще раз повторю, здесь 70 грамм, здесь 311. Здесь без начинки, здесь с начинкой. Плюс в 4,5 раза больше по граммовке. Следовательно, примерно в 4 раза больше по цене, чем маленькая упаковка. Поэтому, друзья, кто хочет попробовать именно оригинальный вкус лакрица, пожалуйста, маленькую упаковку. Кто хочет попробовать именно с начинкой, пожалуйста, большую упаковку. Понимаю, не все могут себе позволить. Но если любите американские сладости и давно мечтали попробовать, то, пожалуйста, пока есть наличие. Завезли немножко, плюс нас вы сами просили завести большие упаковки именно с начинкой. Давайте приступаем к обзору. Начинка, вот вы прям видите, вот это все внутри с начинкой. Если надавить, она оттуда выжимается. Она по всей области спиральки расположена. Давайте ее вытащим. Вот такая вот спиралька. Она со вкусом вишни, а желтая со вкусом лимона. Они немножко разного размера, потому что мы не удержались на днях и все-таки открыли упаковку попробовать. Это очень вкусно. Мне лично вот эти больше понравились. Поэтому, позвольте, я еще раз обновлю свои вкусовые рецепторы. Ну что, ребят, давайте сначала я начну с вишневой и лимонной. Скисленькая лимонная. Ребят, в общем, большие спиральные твизлессы мне больше понравились, потому что в них присутствует эта очень вкусная такая желейная начинка. Здесь лимон и в красной вишня. Если ее сравнивать с маленькой упаковкой, то здесь, повторюсь, без начинки. Плюс в самой маленькой упаковке со вкусом клубники присутствует именно лакричный привкус. Лакрица это мармелад со вкусом лекарства. Я такое не особо люблю вообще, но есть наши покупатели, кто обожает именно лакрицию. Причем некоторые, многие нас просили привезти в большие упаковки с начинкой. Но при этом те, кто брал маленькие упаковки, кому понравились, наоборот, говорили, что мне, например, больше нравится именно без начинки. Типа большие не надо. Не из-за того, что они там дороже стоят. Нет, как бы не из-за этого. А именно потому что они повкуснее. То есть кому как больше нравится. Лично мне пустые. Они реально немножко такие пустоватые по вкусу. Вот эти не особо понравились, нежели вот именно большие. Вот они прям очень вкусные. И они, вот они даже больше как такой мармелад ощущаются. Прям очень кисленько так. А вишенка такая сладенькая. То есть вообще прикольно. Поэтому давайте переходим к доктор Пеппер. Следующий на очереди у нас польский энергетик доктор Пеппер. Классический, со вкусом черри. Поэтому сейчас позвольте я для вас отрою и покажу. Ребят, с вашего позволения. Ну, на аромат. Как классический доктор Пеппер, но с таким тауриновым немножко вкусом. Вкусненький. В общем, какой он на вкус? Он как классический доктор Пеппер, такой вишневый. С небольшой, с небольшим послевкусием карамели. И в нем все-таки присутствует именно такой привкус таурина, который делает напиток именно энергетиком. И он не такой газированный. Я, кстати, заметил, что наши именно российские газировки, они все прям нереально газированные. А зарубежные они не сильно. Что Red Bull взять, он не сильно был газированный. Что Monster, что доктор Пеппер, они не сильно газированные. Он не сильно сладкий. То есть его можно спокойно пить. И он утоляет жажду. Обычно, знаете, попил какую-нибудь газировку. И после нее, блин, опять хочется пить за счет того, что там очень много сахара. Где же, я так понимаю, сахара вообще практически нету. И пить особо не хочется после именно доктора Пеппера энергетика польского. В общем, вкусненько. Кто хотел давно попробовать новинку какую-нибудь от доктора Пеппера, то пожалуйста. Но, опять же, энергетике, друзья, 16 лет. Поэтому приступаем к Airheads. И третья на сегодня вкусняшка. Точнее, не третья, а целый набор вкусняшек. Но под одним брендом Airheads, то есть сарви голова, как в нашем детстве. Ну, как в нашем. Смотря кто нас смотрит. Нас смотрит, как и моего возраста ребята, кто и постарше, кто и помладше. Но вот эти вкусняшки, я думаю, вспомнят именно ребята, кто постарше меня, либо моего возраста. Это конфетки с сарви голова. Но в Америке они называются Airheads. Также еще был российский аналог. Это Баба Яга. Ну, в общем, концепция одинаковая. Но это именно те самые конфетки, которые были в нашем детстве. Голубика, неизвестный вкус мистери. И зеленое яблоко. Поэтому, друзья, позвольте, я сейчас их открою для вас и попробую. Первая, ребят, идет голубика. Значит, мы видим, какого она цвета такой голубой язычок. Дальше давайте откроем мистери. Открываем сейчас белый цвет. Это мистери. То есть, тут неизвестный вкус. Не то, что рандомный имя. То есть, нам может любой там голубика, малина попасть. А именно неизвестный. То есть, непонятный. Давайте последнее. Зеленое яблоко. Блин, зеленое яблоко прям офигенно пахнет. Я помню, я его в детстве там очень любил. В общем, смотрите, у нас здесь три язычка. Вот три таких рожка. Вот они, ребят. Это зеленое яблоко, голубика и мистери. И давайте теперь я попробую зеленое яблоко первое. По вкусу, будто пьешь яблочный сок замороженный. Действительно, будто взяли, загустили яблочный сок и сделали из него жевательную конфету. Вкусненько, неплохо. Действительно, как в детстве. Теперь давайте голубику. Голубика, кстати, самый популярный вкус. Ну, реально круто. Друзья, я понимаю, что не очень красиво в кадре показывать откусанные конфетки. Но, блин, что поделать. У нас обзор на сладости. По-другому не получается. И давайте теперь неизвестный вкус. Пахнет просто сахаром. Непонятно. Реально непонятно. Чего жую? Непонятно. Дизельно, неизвестный вкус. Я не могу сказать, что это невкусно. Это вкусно, но это непонятно. Ты не понимаешь, что ты ешь. Ты как бы ешь жевательную конфету, но с каким вкусом, непонятно. То ли малинка, то ли апельсинка. Непонятно. В общем, я давал там друзьям попробовать. Они сказали, что похож вообще на кисель. Я отчасти соглашусь. Реально. Немножко напоминает кисель. Но, а это непонятно. Реально непонятный вкус. Но он вкусный. Она вкусная. Но непонятно, что за вкус. Очень сладко. Ну что, друзья. Давайте сегодня подведем итоги. У нас, значит, были на обзоре. Это большая упаковка Твиздерса. Я уже сказал, что хочет именно попробовать Твиздерс с начинкой. Берите большую упаковку. Ну, блин, в маленьких, к сожалению, сейчас нет наличия. Я даже не знаю, выпускают ли маленькие упаковки, чтобы они внутри были с начинкой. Только вот такую получилось завести. Но насчет цены я объяснил. Вы сами, друзья, просили завести. Мы завезли хотя бы немного на пробу. Понимаю, что достаточно дорого. Все-таки недешево. Но кто давно хотел попробовать, уже приобрели и сказали, очень вкусно. Вот. Поэтому, опять же, для всех рекомендовать не могу за счет цены. Но если есть возможность, пожалуйста, попробуйте. Это действительно очень стоит. Оно того стоит. Очень вкусно. И дальше у нас Доктор Пеппер. Я не особо любитель газировок, но, в принципе, учитывая его стоимость, у нас она стоит на момент выпуска 150 рублей. В принципе, неплохой энергетик. Можно брать, пробовать. И дальше перейдем, конечно же, к Сарви Головье. Это прям топчик. Это сладость детства. Поэтому, друзья, пожалуйста, у нас их очень хорошо разбирают. Но кто давно хотел их попробовать, то поторопитесь, потому что осталось немного их. Поэтому, друзья, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Для вас всего лишь 5 секунд времени. Для нас это очень будет важно. В этом, друзья, всем спасибо. До новых встреч.